Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму молодую кукурузу. Консервировать будем в зернах без початков. Такую кукурузку я потом использую для приготовления разных салатов и пиццы. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Початки молодой кукурузы складываем в кастрюлю, дно которой застилаем листьями. Заливаем ее полностью водой комнатной температуры. Добавляем сахар из расчета полторы столовых ложки на 1 литр воды. Прикрываем сверху листьями и отправляем на плиту. С момента закипания варим кукурузу 40 минут. Более подробный рецепт, как сварить кукурузу правильно, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше сливаем из кукурузы отвар и даем ей немного остыть. С еще теплой кукурузы срезаем острым ножом зерна. Помещаем их в миску и несколько раз хорошо промываем кипятком, чтобы убрать лишние примеси. Затем откидываем зерна на сито, даем воде стечь и раскладываем кукурузу по стерильным банкам. Очень важный момент! Банки наполняем так, чтобы до верха оставалось пустое место, не меньше двух сантиметров. Иначе закрутка может взорвать. Из 13 кукурузных початков среднего размера у меня получилось 4 пол-литровые баночки. Теперь готовим маринад. Доводим до кипения чистую воду. Добавляем в кастрюлю на каждый литр воды 25 граммов соли, 50 граммов сахара, 3 грамма лимонной кислоты. Даем повторно закипеть и выключаем огонь. Дальше устанавливаем банки с кукурузой в кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Заливаем кукурузу доверху под самую крышку горячим маринадом. Прикрываем банки крышками, заливаем их до плечиков горячей водой. В воду бросаем каменную соль. Из расчета 1 чайная ложка на 1 литр воды. Затем отправляем в кастрюлю на умеренный огонь. После закипания воды в кастрюле убавляем огонь до минимального и стерилизуем нашу кукурузу ровно 40 минут. Затем достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и накрываем чем-то теплым до полного остывания. Вот и все. Очень вкусная молодая кукуруза на зиму готова. Хранить ее нужно в прохладном месте. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!